Всем здравствуйте! Сегодня вас ждет один из самых романтичных вечеров. Все дело в том, что в этом году 50 лет отмечает один из самых романтичных певцов нашей эстрады Валерий Меладзе. Автор всех китов Валерий, его старший брат Константин. И 30 лет назад братья решили связать свою жизнь с музыкой. В 1995 году именно эта песня сделала Валерий Меладзе одним из самых знаменитых и любимых певцов нашей страны. С тех пор на сцене и в клипах его окружают только самые красивые женщины. А чтобы узнать, как выглядит автор всех китов Валерия, Константин Меладзе, нужно было всматриваться в стоп-кадры клипов. Это сегодня песни композитора и продюсера Константина Меладзе мечтают исполнить самые знаменитые звезды эстрады, но он пишет только для своих. Но как жили Константин и Валерий в Николаеве, где началась их музыкальная карьера? Недавно мы подсели на такое блюдо. Это окорочка союз-контракт. У меня лично не устроены быть. А какой профессии для сыновей мечтали родители братьев Меладзе на самом деле? Мы были в ужасе вообще. Какой музыкой? Вы узнаете, за что Константина Меладзе хотели отчислить из музыкальной школы в Батуми. Не все могут учиться музыке. Впервые композитор Меладзе расскажет, почему женился только в 31 год. А его брат Валерий объяснит, как получилось, что его дети не общаются между собой. Самым главным достижением в моей жизни являются мои дети. У меня их пять. У меня три дочки и два сына. Мама дочек моих, мама моих сыновей. Они очень хорошо воспитывают детей. В студии программы сегодня вечером братья Константин и Валерий Меладзе, а также члены их семей, друзья и коллеги. Ну, прежде чем вас поздравлять с днем рождения, хочу, чтобы Оксана Федорова сделала признание. Расскажи нам, в юности женой Каботы мечтала стать Оксана. О-о-о, это громко сказано. Ну, сначала гости, потом Валера. Нет, все было не так. Я помню это время, когда вышел на экран клип «Девушка из высшего общества». Мне было лет 15. Я училась в школе, в старших классах. И я помню, как мы со всеми девчонками обсуждали, кто нравится, заполняли даже анкеты. Там, твой любимый исполнитель, самый интересный мужчина. И у меня всегда графа эта была заполнена Валерием Меладзе. Вау! Мой был любимый исполнитель на тот момент. И мне казалось, что вот таким должен быть настоящий мужчина. Константин, вопрос вам. Что вы подарили брату на день рождения? Ну, обычно мы дарим друг другу часы. Это сейчас модная тема, подарить часы на свадьбу, на день рождения. Ну, сейчас тем более. Мы даже в какой-то степени опередили эту тенденцию. Он мне дарит часы, я ему. Во-первых, это подарок, который очень нужен. Ну, и потом это выгодно. А в другой степени, от вас выгоднее, мне кажется, получить хорошую песню. Потому что с хорошей песней он заработает сам еще на 10 часов. На самом деле так и получается. Я зарабатываю на Костиных песнях, а потом покупаю часы и дарю Косте. Итак, в ноябре вы собираетесь отметить 30-летие вашей творческой деятельности в Кремлевском дворце съездов. Концерт называется «Полста». Ну, а главный вопрос тогда, все-таки группа «Виагра» в полном составе будет на этом вечере? Группа «Виагра» будет, так сказать, в двух составах. В первоначальном и в составе, который существует сейчас. И можно будет и сравнить, собственно говоря, и как-то… И найти 10 отличий. И понастальгировать, да. Ну что, 15 лет девушке группы «Виагра» будоражили воображение мужчин всего мира. Давайте напомним вам их историю. В 2000-й год вместе с Аленой Винницкой и Надеждой Крановской весь бывший Советский Союз запел попытку номер 5. Моя попытка номер 5. В 2002 год в первый раз из группы уходит Надежда Грановская, а ее место занимает Татьяна Найнин. Стоп, стоп, стоп. Мы с Аленкой встали у стенки Костиной студии, то есть квартирки. И под попытку номер 5 подвигались. Вот, в общем, и весь кастинг. По 100 концертов, наверное, в месяц. Это было дико страшно. Спустя 13 лет я родила дочку. Буквально на днях. Зовут Верочка. Вас, Костя и Валера, я безумно люблю, восхищаюсь. Все было здорово. Спасибо. В этом же году продюсеры решают сделать из дуэта трио. В Виагру приходит рыжеволосая Анна Седокова. Сентябрь 2002-го. Надежда Грановская возвращается в коллектив, а вместо Алены Винницкой приходит Вера Брежнева. Новый клип почти 7 месяцев держится в хит-парадах. Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Именно этот состав Виагры называют золотым. 2004 год. Новые кадровые перестановки. Уходит рыжая Анна Седокова. Ее место занимает Светлана Лобода. В этом же году вместо Лободы в группу приглашают бывшую бэк-вокалистку Валерия Меладзе Альбину Джанабаеву. 2006 год. Во второй раз из группы уходит Надежда Грановская. И всего на три месяца в группу приходит мисс Донецк Кристина Ходс-Готли. Ей на смену берут Ольгу Хорягину, которая через год удачно выходит замуж за украинского бизнесмена. Кость, Валера, дорогие, хочу поблагодарить ваших родителей за то, что вот вы такие прекрасные, замечательные братья Меладзе. Поднимаю этот бокал за вас, за прекрасных горячих грузинских мужчин. В 2007 году из группы уходит Вера Брежнева. Продюсеры пытаются ее заменить Татьяной Котовой. А на место Ольги Хорягиной утверждают уроженку Грозного Меседу Багаудинову, которая специально для этого похудела почти на 20 килограммов. И прятаться больше не в чем. Держи меня крепче. 2009 год. Второе возвращение в группу Надежды Грановской и отставка Меседы. 2010 год. На месте Татьяны Котовой в группе появляется Ева Бушмина. 2011 год. Надежда Грановская окончательно уходит из Виагры и на ее место приходит Санта Димополус. 2013 год. Альбина Джанабаева, Ева Бушмина и Санта Димополус в этом составе группы Виагры была закрыта ее музыкальным продюсером Константином Меладзе. Но уже спустя полгода. Мне очень понравилась схема, когда отрываются бошки. Мы узнали твою руку. Не совсем так это все. Железный Константин. В принципе, очень похоже на правду. Валер, а ты пытался хоть где-нибудь возражать? Сказать, Костя, ну не убивай хотя бы эту, ну хотя бы эту оставь. Нет. Сказал мне, значит нет. Карабас-Барабас один раз принимает решение. Самое главное, друзья, что это выглядит, как будто Карабас-Барабас это все переставлял. Все происходило естественным путем. Ну, приходили, понятное дело, девушки. В смысле, ты стучал, а Костя убил. В следствии жесткого отбора, вот уходили тогда, когда хотели сами. Я даже с ними не подписывал контрактов особых. Потому что у меня была какая-то уверенность в том, что, в принципе, наш корабль, он способен, так сказать, выплыть. Даже если просто там куча пробоин, я как-то умудрялся их быстро. Нормально, с тех пор плывет еще и как плывет. Мощная живучесть. По итогам этого клипа Наде надо дать кличку Бумеранг. Да, она постоянно возвращалась. Она же Анна Костяльбургина. Нет, ее место было всегда вакантное и ее ждало. Ну, хочу сказать, что многие, конечно, рвались приехать на сегодняшнюю программу, но приехали самые стойкие, самые преданные участники группы Виагра. И сейчас в этой студии появится одна из самых сексуальных певиц нашей эстрады. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне сказали, что здесь. Что это вы с этим делаете? Привет всем. Я буду всех целовать, чтобы не портить. Что не портить грим? Александр. Сколько шаров в этом бухете хотелось? Знаешь, было 50, пока донесла, а уже, возможно, меньше 50. Сколько лет Валерина? Я думаю, сейчас 47, может быть, типа ты моложе. О, неплохо. Не возражаю. Не, ну Валера на 50 никак не выглядит, хочу сказать. Вообще. Молодильные яблоки какие-то ест. Ну, так как выглядишь ты, конечно, не выглядит никто в этом мире, честно скажу. Мне, слава богу, пока еще не 50. Но все берут пример. От 18 до 55 все равняются на тебя. Спасибо, Андрей, это очень приятно слышать. Я стараюсь. Ну, расскажи, вот сегодня мы смотрим историю Виагры. Кто для тебя, вот, братья Меладзи? Я, ты знаешь, я помню свое первое знакомство личное с Валерием. Мне было 14 или 15 лет, я жила в городе Днепродзержинске. Мне подарили два билета на концерт Валерия. Он проходил у нас в ДК. И вот я еще тогда в сандаликах, в гольфиках. Я пришла, мы с мамой вдвоем пошли на концерт Валеры. Мы уже к тому моменту знали песни все. Естественно, мы там кричали, орали, активничали. И вот тогда случилось первое такое знакомство, которое уже в зале. Конечно же, Валера меня не помнит. Это было однобокое знакомство. Но Валера помнит кастинг в группу Виагра. Но Валера, к счастью, на нем не присутствовал. Иначе он бы вряд ли меня взял. Костя, Костя помнит. Костя помнит, я думаю, да. И у нас есть эти кадры. Нет, ну пожалуйста. У нас есть и для тебя видео сегодня показать тебе братьев Меладзе с той стороны, которую ты никогда не видел. Меладзе с той стороны, которую ты никогда не видел. Хорошо. Я сейчас посвену как шарики. В любом случае, это безусловно, это мое прошлое. Это было как раз 13 лет назад. В ноябре... Ты шикарно выглянишь. Ты пошла с улицы на кастинг. Нет, ну я типа подкрасилась. Я готовилась к кастингу. Я оделась, так как я считала должны одеваться девушки из группы Виагра. Короткая юбка с декольте, кофточка. В принципе, сейчас я даже похожа. Но могу сказать, что, конечно, этим кастингом я ничего не заработала, не получила. Меня посмотрели одну из 250, по-моему, девушек и отправили, собственно говоря, домой. И вот только потом пригласили меня на дополнительную видеопробу. Сказали, что надо еще рассмотреть тебя. Сделали макияж специальный, профессиональный. На видео сняли. Костя, что вы рассмотрели? Я понимаю, что вы, наверное, хотели поближе посмотреть. Во-первых, она спела совершенно нетривиальную песню. Все приходили и пели какие-то такие голосовые песни, где нужно было кричать громко. А она спела какую-то дурацкую детскую песенку. И как бы этим она меня, правда, повергла в некое раздумие, что все-таки она нетривиально мыслит. Вот. А потом уже, когда мы рассматривали видео, которое мы отсняли, вот тут я, собственно, заметил и другие качества и пригласил ее в группу. А у тебя нет ревности, что, например, хит, который могла бы ты исполнить, вдруг достался, не знаю, там, Полине Гагариной, например, а прошел мимо тебя? Нет, ты знаешь, были пару песен, допустим, когда я ушла из Виагры, вышла песня «Поцелуи», которой я просто локти грызла. Почему я не пою эту песню? Ну, я потом успокоилась. И потом успокоилась. Слава Богу, но все равно до сих пор это одна из моих любимых песен. И, конечно, вот в том случае было. А так нету песен, разве что «Салют, Валера». А это правда, что вы ни одной своей песни не продали? Вы просто... Да, я не продаю песен, потому что я не верю, что все-таки, знаете, думая о деньгах, о какой-то мзде, то есть можно создать что-то стоящее. Ну, давайте вернемся к Виагре. В 2010 году мы отмечали небольшой юбилей группы в программе «Пусть говорят», и тогда Надя Грановская смотрела кадры кастинга группы Виагры. И вот как это было. Внимание! Ну, что ты почувствовала, скажи, увидев вот эти кадры десятилетий давности? Ну, я бы не хотела, конечно, вернуться 10 лет назад, но тем не менее такая ностальгия, в общем-то, она как-то вот родилась сейчас в моем сердце. И, ну, что вызывает, конечно, улыбку вызывает, воспоминания, как это все происходило. Надя сейчас стала мамой. Да. Так что она тоже передавала всем огромный привет. А в клипе «Реальная жизнь» в 2011 году ты снималась через два месяца после рождения дочки. Нет, как раз «Любовь спасет мир». А, «Любовь спасет мир». Это та песня, знаешь, вот, которая, вот когда он поставил мне эту песню, я прыгала выше стула, я орала. Я говорю, да, 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 это моя песня. И вот здесь, да, это ровно 4 месяца, я родила дочку 14 декабря, это 14, а, 5 месяцев, 14 апреля мы снимали в Таиланде. И в такой форме, как ты вообще, дай совет всем, кто... Дай мне хороший совет, знаешь, как появился еще в одной песне. Я могу сказать, что вот сегодня уже с утра у меня был спортзал, правильное питание, и, собственно говоря, нужно держать себя... Это самое слово. Ёлка вздохнула. Ты не можешь дойти до спортзала? А можно как-нибудь по-другому? Я говорю, что ты, Верунья, я люблю тебя, девочка моя. Вот это действительно пример для всех, для нас, для всех, для нас, для ленивых людей. Так как-то я никогда не сумею, но я, глядя на тебя, вдохновляюсь тем не менее. Я тоже в тобой вдохновляюсь, моя ладка. Я немножко достаю у зеркала, не по-лише часа, все так зыбко в этом мире нужно. Все, где хватит певти, я не знаю, как, чтобы ни было, не поддаваться нигде, никто, ничем, ни раз. Не хочу теряться в сам-сам-сам-сомнения, выбирать один из-за вариантов. Все они прекрасны, без исключения, лучшие друзья, девушек, это бриллианты. Певица-певица телеведущая Альбина Джарбаева! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте всем! Дима должен был повернуться в кресле, как в проекте «Голос» прямо сейчас. Я уже з'ерзался. У меня столько есть, чего сказать. А мне, конечно, о клипе «Бриллианты» тоже есть, чего сказать. Поэтому вы пока говорите с Альбиной. Давайте посмотрим просто. Я давно не видела. Вот как раз об этом моменте я хотела сказать, что очень неудобно на «Бриллиантах» лежать. Они очень кололись. Они очень кололись, да. Болели ребра в прямом смысле слова. Альбина, это правда, что когда первый раз вам предложили «Братья Милат» заработать в группе «Виагра», вы отказались? Да, это так. Это что за смех такой? У нее нервный смех сначала идти. Как ты могла, пожалуйста. Ой, нет, нет, извините, нет. Я занята. У меня очень много дел, и я нет. Знаешь, именно так и было. У меня был маленький ребенок, и я просто боролась, конечно, с собой. Я отказалась. И смотрела по телевизору новый очередной состав. Немножечко там кусала себе локти. Но это был мой сознательный выбор. Вот. И потом все-таки получилось так, что буквально через 4 месяца что-то там не сложилось в коллективе. Мне позвонили еще раз, и я поняла, что уже такого предложения больше не будет никогда. И нужно срочно, срочно бежать и лететь в Киев. И на 8 лет «Виагру». Всем... Вот так получилось, да? Получается, что да. Ну что, кастинг покажем? О, боже, ну вы можете показать? На самом деле, что вы переживаете. Я не знаю, что вы реагируете. Ну давайте, внимание на экран. Можно я не смотрю? Это был номер в гостинице. Это было ужасно. Ну а где будет? Ну так получилось. А там была... Здесь это вот просто без макияжа, без всего. Я честно пришла на кастинг просто как есть, умылость и пошла в кадр. Это сейчас тренд, но мейкап, понимаешь? Ну вот я в тренде была, да. Ты пришла уже, когда в первый раз отказала, это кастинг уже при втором. Это уже когда я уже готова была. И все равно кастинг. Как я считала, что я была готова. Ну как на работу, знаешь, как... Все равно собеседование должно произойти, да. Ну вот мы здесь говорим о братьях Меладзе. Вот какие они, для тех, кто с ними работает, для тех, кто их видит вне экрана и за кулисами? Да. Я считаю, что они кардинально разные. Насколько Костя в себе, настолько ровно, настолько Валера открыт. И именно поэтому он артист. Именно поэтому он выходит на сцену и может общаться с огромными залами. Открывая просто... Просто глаза в глаза. А Костя не способен общаться толком и с одним человеком? Мне-то хотелось сказать. Бывает. Он это дополняет. Спасибо за дополнение. Но вот я знаю их такими. Ну а для Альбины написать какой-нибудь хит? Для Альбины мы напишем, я надеюсь, с ней вместе хит, когда она приступит уже, собственно говоря, к работе. Вот, потому что сейчас ребеночек маленький, сын. И вот как только она найдет время на работу, мы, конечно же, ей будем помогать и будем с ней вместе чего-нибудь писать. Надеюсь. Как назвали сына? Лука. Сколько ему уже? Ему год и два. Год и два. Да. Ну что, ты на кого похож? На старшего сына, представьте себе. А старшего сколько? Старшему 11 лет. Ого. Да. Валера, давайте посмотрим, что вы рассказали нам о своих детях. Внимание на экран. Самым главным достижением в моей жизни являются мои дети. У меня их пять. У меня три дочки. Старшая Инга ей 24 года. Средней Соне 16 лет. И Арише 12 лет. И два сына Костя и Лука. Мама дочек моих, мама моих сыновей. И они очень хорошо воспитывают детей. Дочь Инга, она уже действительно достаточно взрослая. Закончила она Оксфорд. И сейчас она заканчивает Лондонскую школу экономики. Дочь Софья действительно как близкий друг. Она очень хорошо разбирается во всем том, что происходит на телевидении. Она мне может дать совет, в какой передаче стоит принять участие, в какой может быть нет. Она хорошо разбирается в кино. Она мне может посоветовать, какой фильм посмотреть, какой даже не стоит покупать или закачивать. Арина, младшая дочка, она занимается в художественной школе и очень хорошо рисует. Она поет в хоре. Один раз. Мои дочки спели со мной песню о девушках из общества. Мне очень долго пришлось уговаривать дочери, чтобы они не вышли на сцену. Пока это было один раз. И второй раз пока даже не предусматривается. ПОЕТ Не думаю, что кто-нибудь из детей пойдет по моим стопам. Ну, может быть, пока Лука еще не вырос, и я не вижу в нем рвения. Может быть, оно позже проявится, но ему всего лишь год и два месяца. Вот Костик, мне кажется, он, скорее всего, будет инженером или каким-нибудь изобретателем, потому что у него в этом отношении совершенно фантастически. Он развит, у него работает мозг, он очень хорошо разбирается в технике. Старшего сына я назвал в честь брата Кости. У Кости, у моего старшего брата, сын зовут Валерий, да, дочку Лия, как нашу сестру. Костик, конечно, он похож и на меня, и на Альбину, на маму. К огромному сожалению, дочки и сыновья, они не очень дружат. Ну, в общем, практически совсем не видятся, да. И это для меня, наверное, ну, самая, самая главная задача, может быть, в жизни. Все-таки сделать, чтобы это как-то получилось когда-то. Мне кажется, желательно использовать шанс и пригласить и Веру, и Альбину спеть с тобой... Снять это в своем клипе. В качестве модели. В качестве модели. Ну, мы все, в принципе, мне кажется, нормально относимся к юмору, я так подозреваю, к иронии. Я вами восхищаюсь изначально, правда. Начиная от того, как Константин пишет музыку. То есть вот я, как музыкант, я сажусь, включаю диск, либо, если мы говорим о начале 2000-х, конца 90-х, там, или кассету. И я погружаюсь сразу в какой-то мир. Иди, простите, я перебью, но ты об этом погружаешься уже с 14 лет. У нас есть уникальные кадры. Я хочу, чтобы мы показали, ребята должны понять. И каждый аккорд, который... Никто их не видел этого внимания. Я специально оттягиваю время, чтобы потом измугаться, Андрей, пожалуйста. Не бойся. Я договорю, хорошо, потом договори. Историческое видео для Валеры и Кости, внимание. Ты поешь песни из репертуара Валерия Миларца. Чем они тебя привлекают? Могут привлекать у них не оригинальные песни, потому что они такие, ну, хорошие песни. А сейчас для вас поэт Виктор Билан и песни актрисы. Вот сейчас, вот сейчас! Каждый день зашел за ней, Мозов обманчивых от ней, И с нею жизнь чужую проживал. Я знал, что ей нет, быть со мной, Но зарабаю с глиной. И жми ее безумный карнават, Но рамку без мотив с ней Нелюбимой ей Ну как, серьезные вещи сегодня воспринимаем? Будем говорить о серьезном или нет? Нет, чтобы люди понимали, какая колоссальная работа над собой, Что нужно, какой нужно пройти путь, чтобы состояться. Путь прошел сам, это же фантастика. Какой путь он прическу поменял? А проходит бриллиант, чтобы он засиял. Это трудно, на это нужно время и желание. То есть все как вышли из Гоголевской шинели, Так все вышли из песен Валерия Милановича. И проходит Дима на рост на того пиджака, который у него. Дима, ты расскажешь, пожалуйста. Так вот он сейчас... Все концерты проходят в песне Веры Брежневой. В принципе, о том же самом и поем. Ориентиры невозможные. Невозможно, да. Но если мы уже так смеемся, давайте все-таки покажем уникальные кадры Валерия Миладзе. Таким его еще никто не видел впервые. Мы нашли это 1988 год. Девочки, держитесь. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОМЯТИМАМ НЕ ОТДАЛ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы, а помните, Валерия, вот там? Вам два, три, три. Да. Это, видимо, уже возрастное, но я очень хорошо помню все, что было со мной в жизни. Валера Ахата слушали тогда. В те времена и более ранее. Не только я себя таким помню, я помню все ощущения. Своё мироощущение, свои мечты. И, наверное, какие-то вот эти сумасшедшие мечты и вера в то, что всё будет в жизни прекрасно. Притом, что тогда как раз было в жизни далеко не всё хорошо. Не хватало ни денег и всё как-то было. Да, просто идея была. Слушай, ну была идея и было счастье от того, что был уверен, что всё будет хорошо. Но вкусы изменились, я думаю. 1994 год. Интервью Николаевскому телевидению. Давайте посмотрим эти эксклюзивные признания, которые были тогда. Недавно мы подсели на такое блюдо. Это окорочка союз контракт. Куриные. Которые просто очень быстро готовятся. Их достаточно посолить, положить на сковородку или в духовку, и они готовы. Вот это и есть на сегодняшний день наше любимое блюдо. Ну и ещё хороший вкусный чай. Пока так. Пристели по-прежнему окорочка и чай. Надо сказать, что когда мы приходим к нашей маме, она обязательно... У неё в меню должна быть жареная курица и картошка. В общем, мы с удовольствием едим по сей день. Не знаю, как насчёт той фирмы, про которую говорили. У них ещё херше гола была тогда. Тогда было много отравы, надо сказать. Побольше, чем сейчас. Соки, как будто бы соки. Вся еда. Ну, ничего. Мы выжили и, в общем, достаточно хорошо себя чувствовали. Слушайте, вы хорошо сохранились. Давайте скажем. Там было так много консервантов, что они действуют по сей день. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. Константин и Валерий Меладзе сегодня у нас в гостях. Творческий дуэт братьев в этом году отмечает 30 лет на сцене. И в нашей студии самые любимые представительницы группы «Виагра» уже здесь. Но за кулисами ещё одна, которая преодолела океан, чтобы прилететь в эту студию. Анна Седокова. Встречаем её. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Можете, я сразу испортить. Да? Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Диме Билану, как всегда, повезло. Понимаешь, у меня тут граница. О, прости. Здравствуйте. Нет, камера проехалась по ночной сорочке Анны Седоковой? Я не знаю. Я понимаю, что багаж где-то задержался, правильно? Да. На самом деле я... Можно я пересяду к Анне? Ладно, чуть-чуть я посижу с ней, потому что мы столько не видели. Мне кажется, эта перебалка имеет какое-то... Какое-то прошлое большое. Ну, прошлое мы снимались вместе в клипе, извините, пожалуйста. У нас есть даже... Мы снимались как модель. ...постельная сцена. Да, я снимал себе модель. Очень хорошо. Ну, ты репезинц. Узнал, узнал. Узнал, репезинц. Ну, что ты чувствуешь? На самом деле, знаешь, я сегодня выбирала образ, а потом только поняла, что это образ такой немножко ностальгический, и с притяжением больше нет. Катя, который придумал Костя, который придумал Костя. Вы знаете, я хотел бы пока всех перебить, срочно. Действительно, нет ничего, наверное, прекраснее женщины в простом-простом вечернем платье. И... Нет, это не тот образ. Это самое... Хотя это тоже неплохо. Но вот притяжения нет. Это действительно какой-то был момент совершенно сумасшедший. Мы все были в какой-то сумасшедшей форме творческой и физической. И по сей день, я когда смотрю клип «Притяжения нет», вот у меня, меня не покидает это ощущение, что мы все были просто хороши. Знаете, для меня, на самом деле, это первая передача, в которой я, ну, вот, принимаю участие после 10 лет, как я уже не в Виагре. Удивительно, но прошло 10 лет. Я ориентируюсь только потому, что моей дочке 10 лет. Вот. И я все время, в принципе, мне было неловко приходить, потому что я... У нас сложное было расставание, оно было очень болезненное для всех нас, и для Кости, для меня. И только, наверное, понадобилось 10 лет для того, чтобы я впервые, в принципе, как-то так оказалась с вами задним столом. И... Не знаю, просто сложно чуть-чуть. Я бы налил, честно говоря. Да, да, да. Вот. Вот. Смотри. Не, ну все очень красиво, прямо невероятно. Но мне кажется, что даже никогда не поздно, да, Кость, помириться, попросить прощения, да? Нет, конечно. Там мы и не ссорились. Просто это был такой, как бы, первый случай, такого ухода из группы. Болезнь. Когда это было прямо настолько не кстати, не вовремя, это настолько было необъяснимо для меня. Мне казалось, что мы сейчас в такой форме, что мы можем, в принципе, разорвать полмира, знаете. И у нас были какие-то бешеные планы и все такое прочее. И вдруг раз, как гром среди ясного неба, там, Анечка забеременела. И понятно, что выхода никакого другого не было. И я, конечно, никак не мог против нее там противопоставлять какие-то аргументы. Ну, и понятно, что я ссорился. Но, конечно, кошки меня терзали, так сказать, долгие, ну, я не знаю, ну, года три еще после этого, это уж точно. Потому что уж больно был хороший состав, уж больно были мы прямо на пике. Ну, а потом я, понятное дело, уже подуспокоился. На самом деле, жизнь без Кости очень сложная. И, на самом деле, это был первый человек, которому я позвонила и сказала плачущим голосом, Костя, я жду ребенка. И было очень сложно, потому что я не знала, что делать. У меня была сцена, и все. Тогда мы жили втроем, я, Вера, Надя. Мы жили друг с другом, у нас ничего не было, мы делились друг с другом. И я беременна. Я знала парня три месяца, это была моя первая беременность. И у меня есть сцена, а больше ничего нет. И тогда Костя сказал, рожай и даже не думай ни о чем. И это единственное правильное решение. Спасибо тебе огромное. Что, я сейчас буду любить? Не плачь, я знаю, что ты даже... Что? Мне сверху говорят, пусть плачет, мне же, конечно, приятно видеть Анну все такого плачущую, понимаешь? Я тебя буду жалеть. Мы лучше покажем, как ты поешь песню «Виагра» на японском. У нас есть эти уникальные кадры. А я специально даже, наверное, выучила японский в 2000... Мы учили вместе. Мы учили вместе. Да, учили всех. Давайте, внимание. Мы учили вместе. И во время японской песни появилась Ева Польна, друзья. Давайте поаплодируем ей. Тоже редкий гость. Посмотри, какой у нас золотой состав сегодня здесь. Наша группа. Аня, Дима, Яна. Мы только вместе. Представляю эту песню. А если бы тебя позвали в «Виагру», вот скажи мне. Вот звонит Костя и говорит, хочешь быть «Виагрой»? Значит, что-то с Костей случилось, я так понимаю. Это произошло. А как вы думаете, вот вы знаете братьев Меладзе столько лет, какой у них любимый вид транспорта? Троллейбус, я думаю. Это редко, редко. А что, Николай, наверное, только троллейбус. Слушай, как в точку ты попала. 21 год назад они давали интервью и рассказывали про троллейбус. Внимание на экран. Вижу по людям, я разбираюсь по людям. Твой любимый городской транспорт какой? Ну, троллейбусы, конечно. Настолько хорошо ты узнаешь людей, их, так сказать, их сущность. И при том, где еще мы настолько сблизиться. Можем так пообщаться вот именно с, скажем, с публикой. У меня лично настолько неустроенный быт, что, конечно, я часто меня этот быт, так сказать, заедает. У меня есть друг, и я там иной раз, может быть, раз, два, три месяца езжу к нему в деревню и вскапываю грядки и так далее. Ну, в таких часах, конечно, сложно сейчас спахивать грядки будет. Тяжело будет. Часы тяжелые. Но я не могу не показать еще одно выступление. 1994 год. Валера, на сцене вы на клавишах. Вы столько лет вместе. Мне кажется, я тоже достойно того, чтобы сегодня зрители увидели это ностальгическое видео. Мои папа в жизни не было в Санси-Паре, и мама не кривала на Санси-Паре. Откуда же ты парень, так и любит не стыдь. Кому-то я встречаю в шикарном паре, а первая красотка звезда вых нашли. Ух ты! Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер! А вы петь-то будете? Я не знаю, а им зачем? Лиза, я вам не сижу. Здравствуйте. Вы не приходите, или они спалят? Да, да, да. Он и нас спалят, наверное. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Привет. Привет. Скажите мне, вот вы все-таки равняетесь на золотой состав Фиагры. Вы себя представляете? Ну, вы знаете, кто из кто? Ну, кто Вера, кто Альбина, кто Аня? Такой у нас нет, конечно. Я Эрика, Миша и Настя. Это новый состав. А ты так, ты чуть-чуть плохо говоришь по-русски? Я не плохо говорю, я только с акцентом говорю, Андрей. С акцентом? А вы откуда? Я из Украины, но я венгерка. А, венгерка. Я слышу, что это все-таки не акцент киевский, понимаешь? Мы с Аречкой землячки. Да, да, да. Привет мой хороший. Мы родом из Ушгорода Обе. У Орики удивительной красоты. Венгерский акцент. Я его обожаю. Я его очень люблю. Пожалуйста, никуда его не девай никогда. Он прекрасен. И утрируй, как Эргиборга Дабкуна. Ты вечно держи его, как будто ты всегда чуть-чуть плохо. Чуть-чуть иностранка. Покажите крупно девушек, чтобы все увидели. Это золотой состав. Ну давайте, новый кит Константина Меладзе. Ваша сцена. В мире равных половины спорят во мне. Выбирай себе любимый, чьму или зверь. Еще пять секунд молчая, и меня нет в этой вселенной. Выбирай себе любимый, тьму или зверь. А они ведь неделимы. Выбора нет. Это больше не молчание. Это ответ. И он неизменный. А они слова спорят. Доль простого и много. Привиз на полусловие. А я хочу перемирия. А я прошу перемирия. Кто без тебя в мире я? Расскажи, как внутри поверить. В первой половине души. А я хочу перемирия. А я прошу перемирия. Кто без тебя в мире я? Расскажи, как внутри поверить. В первой половине души. А я прошу перемирия. Несколько лет назад съемочная группа Первого канала побывала в гостях у ваших родителей вместе с Валерой. И вот что тогда родители рассказали о вас. Внимание на экран. Вот, все в сборе. Почти. Почти. Без десяти человек еще. Вот. Мама Нелли Акакьевна. Папа Шота Константинович. Инженеры. Но у них еще много разных талантов. Всегда пели прекрасно. И мама, и папа. И поют до сих пор. Мы очень боялись, что родители заскучают в Москве. Все-таки другой город. Там переехать. Это надо как-то уметь перестроиться. Так они нашли такое количество друзей своих. Институтских друзей. Со школы. Одноклассники у них. Одноклассников даже нашли. Первое время мы все время встречались. Сейчас уже езжим. Зажили по Москве. Если бы я мог так встречаться с друзьями. Он очень заботливый. Где бы он ни был, два раза в день обязательно позволит. Характер не поменялся. Он каким-то мягким, таким, добрым. Он таким не остался. Он не может нос задирать. Именно благодаря родителям в жизни братьев Меладзе появилась музыка. Костя учился играть на скрипке, а Валера на фортепиано. Но Нелли Акакиевна и Шота Константинович даже представить не могли, что их сыновья будут получать гонорары артистов, а не зарплату инженеров. Чтобы это быть профессионалом, это для нас дико было. Мы были в ужасе вообще. Какой музыка? Вот по радио нас там будут передавать. Я с работы бегу, как сумасшедшие, включая. Я там шум, гам. Я ухо прикладываю. Да, все, еле слышу. Записываюсь этим шумом, гамом, все. А иногда, говорят, тут по телевизору нас будут показывать. Я всем знакомым, там, родственникам. Вот сейчас Валера будет. А его взяли, вырезали, бедного. Нелли Акакиевна и Шота Константинович – многодетные родители. Сыновья Костя и Валера с детства опекали свою младшую сестру Лиану. Все наши дети, они очень помогают друг другу. Потом, когда Ляночка приехала уже сюда, они ее вытащили прямо. Костя ей квартиру купила. Да, вот они так. Очень дружные всегда были. Вот папа, папа – идеальный мужчина. Идеальный мужчина, потому что и дети есть. Это раз самое главное. Песок и красивый. Скоро 50 лет терпит одну жену. Папа, да. Нет, разбегаться надо. В наше время это не принято было. Сейчас я могу разбежаться, но никто не берет такого. Да нет, на тебя поглядывают тетки. Чего, нормально. Нормально иногда. Нормально иногда шматышки. Ну, это видео было сделано пару лет назад. Вы родители пригласили на концерт? Конечно. То есть они приедут, будут гордиться своими детьми. Но и сестра, все-таки. Сестра, которая тоже многое сделала для шоу-бизнеса. Может быть, она не всегда в центре внимания, но сегодня, мне кажется, для полноты картины. Эта концерта тоже много делает. Вы не представляете, как тяжело было ее уговорить вообще как-то появиться, вот, ну, хотя бы на какое-то время публичной. Она большая умница. Она, ну, не знаю. Мы, мы обожаем ее. У нас действительно лучшее отношение. Сейчас она все расскажет про вас. Лиану Милат, встречаем ее сегодня. Спасибо вам большое за помощь. Ходите с братьями. Спасибо. Давайте вы все будете вместе. Лианочка. Всей семьей. Привет. Привет. Девушки, просто. Итак, вы младшая сестра. Братья всегда вас обижают. Было дело. За косички дергают. Часы не достаются. Уже нет. Ну, кстати, часы мне тоже достаются. Да, часы мне тоже достаются от братьев. И уже лет 30, как они меня не обижают. Как минимум, да. Ну, а вообще, вот расскажите нам про них. Они могут что-то сделать своими руками? Конечно, особенно Валера. Валера, мне кажется, умеет все абсолютно. Он умеет готовить, шить, я не знаю, все, что угодно. Ремонт сделать. Ремонт может сделать, да. Насчет Кости я не сильно уверена. Я нет. Так, ну, а Костя дружит с бытами? Костя, он недавно научился готовить. Немножко. Ну, я больше теоретик. То есть я... Показать. Пишешь музыку. Ну, разве что. Разве что. А как называлась диссертация, которую Валера защитил в судостроительном институте? Мне кажется... Это только он знает. Да, в нашей семье только он может ее отначал. Там жуткое название. Я могу подтвердить, что спустя лет 20, минимум после защиты от диссертации, Валера совершенно точно помнит ее название. Название сумасшедшее. То есть я его один раз опубликовал просто где-то в «Известих», по-моему, да. То есть сейчас его не повторю, но он его повторил прям четко. Причем мы даже что-то пили в этот момент, и все, он ты повторил. Да я могу выпить две бутылки водки и повторить, потому что это... Ты поэтому себя и проверяешь. Это реальная вещь. Если еще могу сказать. А, насчет двух бутылок водки это я пошутил. Но могу. Но повторю. Ну, вот что сейчас. Конечно, помню, если хотите, я скажу, но... Давай, конечно, все этого хотят. Конечно. Ну, ладно, да. Ну, это будет ярким пятном в программе. Это как скороговор. Это будет заставка. Да, да. Я хочу пробовать. Интенсификация обменных процессов в ионитных фильтрах с псевдовиброзжижным слоем катионита. Все. Костя, а почему ты еще не писал музыку на эти слова? Это просто проколебный будет хит. На самом деле, нечто подобное происходит теперь во всех бытовых фильтрах в домах у людей. Не, ну, Валера, это рэп. Я очень хорошо разбираюсь в воде. Ну, за тебя. Давай, Валер. У твоей водицы, да. Выбил за воду, как за основу основ. Фамилия Шлоткауэр. Вам что-нибудь говорит? Человек с такой фамилией утверждает, что в 1987 году вы с ним были очень хорошо знакомы. Я запоминаю лица. Фамилию я запоминаю не очень хорошо. Но он сейчас выходит с нами на связь из испанского курорта Малага. Давайте покажем вам этого человека. Может быть... А-а-а, конечно. Кто это? Это наш капитан. Иван Иванович, Буэнос Диас. А, не, Буэнос Ночи с уже. Буэнос Тардис. Буэнос Ночи с Буэнос Тардис уже прошло. Не-не, еще Тардис. Иван Иванович, здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Добрый день, Андрей. Добрый день, студия. Добрый день, мои дорогие туристы. Побывавшие когда-то на моем теплоходе с 1986 по 1996 годы. И с волнением слушавшие объявления и команды с мостика. Уважаемые туристы и экипаж. Через 10 минут теплоход Александр Матросов подойдет к месту плановой стоянки. Вахте под вахте занять места по швартовному расписанию. Матрос Меладзе, вы когда последний раз слушали эту команду? Тогда и слушал, Иван Иванович. Но запомнил ее на всю жизнь. Оригинальный ответ. Я запомнил ее на всю жизнь. Спасибо вам огромное. Нам было чему у вас поучиться. И по сей день мы вспоминаем. Это было здорово. Иван Иванович, а каким матросом был Валерий Меладзе? Валерий Меладзе был, насколько мне изменяет память, палубным матросом. И он по месту швартовному расписанию всегда находился на баке рядом с Ботсманом. Было дело. А еще. И Валера за шваброй. Вот уникальные кадры. Да, было дело. Спасибо, Иван Иванович. И я им горжусь. У нас есть кадры с 1994 года. Свадьба Константина Меладзе, друзья. Мама себе. Тогда еще бедного любителя окорочков и студентки юридического факультета Яны Сум. Все было очень душевно. Уникальные кадры. Давайте посмотрим их. Внимание на экран. Валерий Меладзе Милая, дорогие новобрачные, сегодня в вашей жизни знаменательный день. Вы вступаете в брачный союз. Он будет залогом к вашему семейному счастью. Дорогие мамки, мамки, поздравьте в отсутствие детей. Спасибо. 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 Да и сама. Давай. А упадешь. Но все равно было очень и очень душевно. Костюм у вас какой шикарный, хочу сказать. Костюм я купил за 20 долларов на базаре у нас в Николаеве. Я вот как сейчас помню. Это были большие деньги. Ну, это были бешеные деньги и бешеный костюм, кстати. Спасибо. Мне подсказывают, что мы должны сейчас прерваться на рекламу, но в зале я вижу один из ваших последних проектов. Я бы сказал крайних. Крайних. Группа М-бэнд называется. Они мне очень нравятся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё миллионам девочек. Хоть я не девочка, я не знаю. Ну что, тогда вам... Не создаду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И мне не стоит больше ждать Никаких чудес Но я перед тобой стою И непонятно, что ловлю Я просто не могу уйти Я тебя люблю Сильно Спасибо, что продолжаете нас смотреть. Константин и Валерий Меладзе сегодня в нашей студии. Их любимые, близкие, родные, друзья, коллеги все в нашей студии. И сейчас мы все вместе перенесемся в город их детства, в Батуми. Вот подошли к дому, где жила семья Меладзе. Привет, Костя. Ты помнишь меня, кто я? Ира Иванова. Вместе с тобой училась 1 по 10 класс. Ну вот это непосредственно этот подъезд, где они жили. Пацанами. Насколько я помню, на втором этаже. Вот эта дверь этой квартиры. Да, бабушка. Отсюда ходили в школу. Каждое утро я бежала со своего дома. Костя жил подальше, бежал оттуда. Вот на этом перекрестке мы встречались. Но были такие буки, такие были закомплексованы. Мы могли даже встретиться, друг на друга взглянуть. И каждый бежал своей дорогой. Вот наша школа. Это мои одноклассницы. Костя, привет. Я Ира Марущак. Я Света Катанчан, если ты меня еще помнишь. Сейчас здесь вместо школы филиал будет от пединститута. Все осталось в лестнице как есть. Вот так мы заходили, поднимались. Центральная наша лестница. На второй этаж. Света, что мы любим друг друга. Это наш класс. Когда-то тут стояли парты наши в три ряда. А там стояло у окна стол учительницы. Большая была доска на стенке. На последней парте сидел Костя. Потому что он был высокий. У нас было четыре мальчика. Их называли четыре мушкетера. Валерка тоже учился в этой школе. Но он шел по двумя классами младше нас. Валера, привет. Узнаешь меня? Я твоя одноклассница, одногруппница. Еще по садику. А вот, кстати, и наш детский садик, который мы ходили еще с самого детства. Тоже наша одноклассница. Вот они как раз нас ждут здесь. Гаяна Кисаян. Привет, Валерка. Твой верный друг Томаса Карадзе. Томаска. Вот здесь были горшки. Здесь спальни были, где мы отдыхали после обеда. Валерка около окна спала, а я вот здесь лежу. Точно, блин. Вот здесь мы учились с Валерой танцевать. Мы немножко полные ребята были. Мы не любили с ним танцевать, и нас за это всегда ругали. В детстве, когда он был маленький, ему нравилась Алла Мазуренко. Лена Язева, которая вместе с ним ходила в музыкальную школу. И он был у нее когда-то влюблен. Но она не увлекалась им. Она была влюблена в Артура нашего, в Шунанце. А Валерка как сорвала металл. Валере, привет. В семья классе уже Валера и я участвовали в археологической раскопке. Костя был бригадиром, который руководил нашими работами, чтобы мы не сачковали, а работали. А я вам сейчас скажу, девочки, знаете, вспомнила недавно. Я сказала, это обязательно скажу, обязательно. Хочет Костя это слушать, не хочет. Я помню, он уже поступил в Николаев, судостроительный. Помню, как-то он приехал просто летом, на лето. И вдруг мне так показалось сначала. Я поняла, что он стал ухаживать за мной. Не надо смеяться. Не понял, а просто он тебя хотел. Я так культурно ему почему-то красиво так это отказала. А сейчас я говорю в открытую. Если бы она знала, что-то... Костя, где я была? Костя, привет тебе, Батуми. Я твоя учительница, Ольга Михайловна. Раньше здесь находилась музыкальная школа, номер три города Батуми, где получили музыкальное образование. Два брата Мелады. Музыкальной школы сейчас здесь нет. Она функционирует в другом месте. Сейчас это просто дворец культуры, дворец искусств. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну как вам? Все изменилось? Просто... Просто потрясающе. Вот благодаря этой учительнице по фортепиано, я, собственно говоря, видимо, все-таки и стал музыкантом, и полюбил музыку, потому что до этого я ее терпеть не мог. Это был, по-моему, почти последний класс музыкальной школы, да? Да, это было в седьмом классе музыкальной школы, и вот все это благодаря этой удивительной женщине, которая... Я вам хочу сказать, что она тоже спустя 30 лет не удержалась, и сегодня приехала на встречу к вам, она за кулисами, и вы сейчас можете ей сказать лично спасибо за то, что она сделала, и что мы узнали. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Магонезко. Магонезко. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Магонезко, я уже попробую. Какая штука впадает. Очень неудобная штука, понятное дело. Привет, с умничной дядей. Вот это вот то, что нужно. Как же я с самого начала программы думал, этого, конечно, не помешало бы нам. Это закуска. Спасибо большое. Спасибо. Вы понимаете, что вся страна сейчас вам благодарна за то, что вы нам подарили таких музыкантов, которые признают... Я благодарна моему Косте, что он помнит меня. Костя – это начало моей творческой, не творческой, педагогической деятельности. Я начала работать в третьей музыкальной школе, и мне дали восемь мальчишек-скрипачей. И среди них был Костя. Кстати, самый организованный, которым у меня не было проблем по пропуску уроков. Он никогда не пропускал. Потому что мы занимались у вас дома. И вы меня пирожками угощали. А мы жили через улицу практически. Через улицу мы жили, да. А ваша любимая песня к Валерии Меладзе какая? Костя Меладзе. Написанная Костя Меладзе. Последний ваш вот отепель и опять метель. Сколько раз я не слушаю, всегда получаю большое эстетическое наслаждение. Это вы меня научили. Малера, если вы повернетесь, то в первом ряду вы узнаете вашу первую любовь? Она сидит здесь, между прочим, с самого начала. Приехала и ждет, когда же вы узнаете свою любимую Аллочку. За которой вы бегали, любили. Слушай, я не узнаю. А, узнал. Алла Мужыренко, Алла Кибарева. Это самая Аллочка. Здравствуйте. Ну не волнуйтесь. Да, я волнуюсь. Ну я сам волнуюсь. Это правда, что вы недавно, сколько-то лет назад были на концерте? Да, в Твери. Да, и я попросил остаться, чтобы мы хотя бы немножко поговорили. Но потом я попросил сначала директора, а потом сам вышел. Это было в цирке. В цирке, да. Да. Получилось что-то как-то... Но я и не увидел я, да. Это было бы интересно, конечно, очень. Но как он ухаживал, расскажите. О, я не умел тогда. Ну, какой ухаживал. Я вообще узнала, что, ну, как бы... Мы учились-то в начальной классе. Я с этой школы ушла, просто у нас папа военный был. Вот. Мы переехали в другой район. Я прослеживал твой путь. Да. Ну, что пожелаете ему? Ну, что я пожелаю? Дальнейших успехов. Спасибо. Оставайся таким же. Ты, кстати, нисколько не изменился. Ну, немножко позрослел и немножко посидел. А я тебя тоже узнал, между прочим, сразу. Спасибо. Теперь не одна девушка, конечно, кусает локти, но... Ким Брейбург приехал к нам на программу и тоже сегодня поздравляет вас. В чем секрет успеха вы считаете творчество братьев-меладзов? Я считаю, что, знаете, это тот случай, когда есть цельность. Это очень редкое качество. Ну, конечно, надо отдать Косте, тут пальму первенства, потому что он идеолог основной, да, вот, всего того, что происходит. Мне кажется, что в этом причина, в этом таланте, безусловно. Потом я прошу прощения. Мне хотелось бы добавить немного. Мы первые свои профессиональные шаги как раз делали в группе «Диалог». Под управлением Кима. Это были фантастические музыканты и очень крепкие и хорошие парни. Конечно, было чему учиться и было у кого учиться. Сейчас мы видим еще одну девочку и ее маму на экране. Это репортаж из Санкт-Петербурга. Это мама и девочка считают Валеру своим ангелом-хранителем. Внимание на экран. Когда поднимаешь на руки и несешь к окну, чтобы ребенок просто как будто побывал на улице, это была мысль невыносимая. Настюша родилась недоношенным. Рано в 6 месяцев прозвучал диагноз. Детский церебральный паралич. Первое, конечно, был вопрос. Почему? За что? Наша жизнь превратилась в сплошные курсы лечения, терапии. Нам удалось попасть на лечение в Китай. И пошли такие результаты сильные. Вот, вот, вот. Спиночку, вот. Давай. Молодец. Вот это вот первая фотография с Валерием. Мы вообще с 7 лет посещаем все его концерты. Поем с 3 лет все песни. Да, Настюша? Да. Был концерт 3 года назад. Мы прошли в конце концерта к сцене. И когда артисты поклонились, уже стали уходить. Я закричала, Валера! А потом подошел охранник и позвал нас за кулисы. Я оставила телефон контактный Валерию. Рассказала ситуацию. Мы тогда собирались второй раз ехать в Китай, потому что ДЦП – это такой недуг, который постоянно возвращается. А потом раздался звонок, слышу голос Валерия. И он сообщил о том, что готов оплатить лечение, курс наш в Китае. Терпи! Ай! Чуть-чуть! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Кто у нас? Сейчас я плету Валерию подарок. Такой вот браслетик. Мне, конечно, хочется, чтобы он его одел. Оденет, я думаю. Хотя бы дома пусть поносит, там себя где-нибудь. Песни, я его знаю все абсолютно. Мечта всей моей жизни – это спеть с ним на сцене. И томился он, вел мой, в небеса вытаял. Ночью погрустил со мной, а в утро у нас стоял. Я хочу сказать, что Настя и ее мама Лина, сегодня, зная, что снимается эта программа, не могли отказать себе в удовольствии поприсутствовать, увидеть вас, привезти браслетики и услышать песню в исполнении Валерия Миларды. Поэтому встречаем Настю и ее маму. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А это вам, Андрей? Это мне? Да. Спасибо, какой модный вратарь у меня был. Ну расскажи нам, какая песня, Валера Меладзе, у тебя самая любимая? Самая любимая у меня «Небеса». И я мечтаю с ним с детства спеть на сцене. Слушай, ну я думаю, может быть, во время концерта как раз в Кремле у тебя будет такая возможность. И они придумают какой-нибудь ход, где ты можешь быть в зале или, не знаю. Я думаю, что лучше я приеду в Питер, и мы там с тобой споем. Это будет как раз, по-моему... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Валерий Меладзе, Константин Меладзе – это их вечер! Спасибо огромное! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Андрей. Спасибо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин